Всем-всем огромный привет, и я рада приветствовать вас на своём канале, потому что это моё новое видео. И в этом видео я приглашаю вас поучаствовать в моём таком продуктивном дне. В Москве снова начались пасмурные, холодные, осенние дни. Если бы у меня не было кольцевой лампы, то, скорее всего, здесь была бы кромешная темнота, потому что за окном, несмотря на то, что сейчас утро, кромешная темнота. У меня для вас есть несколько новостей. Во-первых, влоги с упором на похудение пока что выходить не будут, потому что, во-первых, у меня сейчас есть некоторые проблемы, связанные с гормональной темой. Я об этом расскажу вам попозже. И второе, я сейчас пробую абсолютно новую систему питания для себя, потому что мне осталось скинуть всего лишь полтора килограмма, потому что я вставала на весы, и мой вес составлял 51 килограмм. У меня осталось просто совсем-совсем чуть-чуть. Как вы знаете, то, что моё похудение, это больше не про похудение, а про, как сказать, улучшение качества своего тела. Мне не нужно, чтобы у меня... Потому что когда вы худеете на диетах, первое, что у вас худеет, это ваши мышцы, ваша мышечная масса, она уходит. Мне такого добра не нужно. Мне нужно, чтобы у меня непосредственно уходил мой жирок. Это делать гораздо-гораздо сложнее, потому что необходимо выставлять правильную систему питания. Сейчас я немножко видоизменила своё питание и вообще свой подход к этому делу. Я наконец-то надеюсь, что я добьюсь своей желаемой цифры, и будет такой вот гештальт закрытый. Вот. Ну, а пока что я приглашаю вас поучаствовать в моём учебном дне. Покажу вам, как вообще проходит мой учебный день на дистанционном обучении. У нас сейчас частично дистанционное обучение, у нас проходят онлайн-лекции, которые всё равно так или иначе надо слушать. Отлично под них выполняются какие-то задания домашние и так далее. Короче говоря, не буду вас долго томить. Обязательно смотрите ролик, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего супер-супер интересного. И так что, надеюсь, я вас замотивирую немножко поучиться. Вот. Давайте скорее начинать. Доброе утро, уважаемые студенты. Мы начинаем с вами занятие по теории и практике социальной работы. Сегодня я вас отмечу и закрою. Доброе утро. Всё, надену наушники и буду умываться и приводить себя в порядок. Вот так вот. Тут я вам немножко показываю, как сейчас выглядит мой живот. Ему осталось до заветной цифры совсем-совсем немножко. Я работаю над собой, и мое утро здесь по традиции начинается с вакуума и дренажных прыжков. Так, я уже попрыгала, вакуумировала, умылась, почистила зубы вообще более-менее. Сейчас я приведу себя в порядок. И я пока слушаю лекцию, я так чувствую, что я скоро выключу, потому что открою вам маленький секрет. Я слушаю только те лекции, по которым у нас экзамен. Вот. И то не всегда, если честно. У нас в институте просто лекции... Ну, есть преподаватели, которые лекции спрашивают. Вот. Есть преподаватели, которые лекции не спрашивают. В целом без них можно обойтись. Вот. Поэтому как-то за 4 года учёбу ты учишься фильтровать информацию, которую тебе подают, и понимать, пригодится он тебе или нет. Потому что когда у нас экзамен, это может пригодиться для того, чтобы впоследствии делать билеты. Это вот. Когда у нас зачёт, который мы за часы получаем себе автоматом, просто по экзамену у нас автомата нет в институте. То есть нереально получить автомат четвёрку или пятёрку, реально получить только тройку. Зашибись. Называется, ты целый год, целый семестр учишься, бадаешься, по итогу тебе всё равно придётся идти на экзамен и всё равно переживать все ужасы сессии. Вот по факту, что вы делаете, что вы не делаете, короче. Вот. И иногда лекции пригождаются. Вот. Поэтому когда ты на четвёртом курсе, ты учишься фильтровать информацию, которую тебе дают, и, так сказать, не хабить всё подряд. Потому что мозг перегружается. Это вам не школа. Знаете, я всегда в восторге от американской системы обучения, когда у них есть ограничения. Сейчас вроде как в российских школах тоже вводят. И даже в моей школе, когда я училась, это в типа в ВИЛИ с один класс был математическим, второй, второй не помню какой, но по факту у нас никак не отличалась программа. Вот. Не знаю, как сейчас в школах, но когда ты собираешься, допустим, поступать в какой-то литературный или филологический, там, нафига тебе химия, биология, если ты собираешься поступать в метод, нафига тебе литература, и эти все предметы, общее образование, ну, типа, всё ясно, но, тем не менее, для ребёнка это большая стресса. Я просто по себе помню. Вот. Поэтому, что я делаю, в принципе, когда у меня вот такой вот день выдаётся? Я беру блокнотик и записываю туда всё, что мне нужно сегодня делать. На сегодня у меня четыре пункта, но они такие достаточно значимые. Мне нужно прочитать статью и написать по ней рецензию. Презентация, презентация. Вот, это надо ещё презентовать. Потом мне нужно сделать задачу по теории практики социальных работ. Потом мне нужно дописать свою статью, которую пишу я, отправить её и, собственно говоря, снять этот ролик. Вот. Вообще, по факту, у меня сегодня ещё тренировочка такая лёгенькая должна быть, но это я сделаю без пунктика, потому что это что? Это моя рутина. Поэтому сейчас я закончу массаж. Более-менее немножко приведу себя в порядок. Не знаю, брови немножко подкорректирую. Потому что, во-первых, у меня здесь всё взросло. Во-вторых, когда, короче, без бровей, дома мне тоже ходить не нравится. Вот. Всё хочу... У меня просто дома краска для бровей закончилась, и всё никак, я не могу найти ту умину, на которую я крашусь. Вот. Поэтому пока что я хожу без бровей. Ну, ничего страшного. Вот так. У меня здесь уже водичка, которую я почти выпила. Ну, это не я сейчас. Вот это вот я выпила за ночь. Прикиньте, сколько я пью воды ночью. Собственно говоря, точно так же я хожу в туалет. Не знаю. Но я ночью всегда просыпаюсь с дикой жаждой. При условии, что я ещё не спала в кофте с длинным руком, потому что у меня был холод. Вот. Поэтому я сейчас подалью воды. Закончу. И буду делать свою вот эту вот микро-тренировочку. Я на постоянной основе, либо в начале, либо в конце тренировки начала делать вот это вот упражнение. Растяжка позвоночника — это огромная и хорошая профилактика против сутулости. И в целом в сидячем образе жизни, в таком, как живёт сейчас большинство наших людей, это очень полезно. И в целом в сидячем образе жизни. У меня такая лёгенькая тренировка получилась. Но я всё равно как бы пропотела. Так нехило. Короче, время 9.31. У меня лекция заканчивается через 15 минут. Поэтому сейчас я, скорее всего, здесь просто потусуюсь чуть-чуть. Году свою допью. Стоит на столе. Не дотянусь. Вот. Потом пойду в душ. Потом мне 9.55. Нужно зайти на следующую лекцию. Сыграни помощь у меня за лекцией. Сейчас расписание посмотреть. Вот. Так. Вот. И я, наверное, начну делать своё первое задание, которое у меня есть в списке по учёбе. У меня сегодня три задания по учёбе, которые я сделала. То есть я первое сделаю самолёгенькое, чтобы просто остальное оставить. Вот. И потом, наверное, пойдём с вами завтракать. Не знаю, сколько уж я буду завтракать. Вот. Пока мне завтракать не хочется. Но об этом подробно я вам потом вдруг в комнате локер скажу. Вот. Поэтому сейчас я буду пить водичку. Где тут моя водичка? Вот она. Вот. И дослушаю лекцию. И веду в душ. Быстро схожу. Я перерыв 10 минут между лекцией. Потом я вас пью. Так. Я вышла из душа. Включила себе лампочки для атмосферы. Потому что за окном просто-просто какая-то катастрофа. В такие моменты, я думаю, как на улице плохо. И как хорошо, что мне туда не надо. Но мне туда надо будет завтра. Так. Это моя кальцевая лампа маленькая лежит. Но мне туда нужно будет завтра. И это печально. Вот. Я, короче, уже села за учёбу. У меня здесь уже идёт вторая лекция. Есть у меня, короче говоря, вот такие вот задачи. Покажу вам немножко, с чем я занимаюсь. На что я трачу свою жизнь? У меня есть вот такие вот типа социологические задачи. Которые моя четвёртая. Мне нужно будет её сейчас описать. Найти все документы, которые подтверждают вот это, вот это вот всё. И у нас начали убираться. Поэтому я выключаюсь и занимаюсь. Так, я немножко извращенец, потому что обычно я список дел пишу только для того, чтобы потом сделать вот так вот. И я поставила плюсик не там. Это я ещё не сделала. Я сделала вот это. Ну что ж, придётся делать вот это тоже. Ну, точнее, мне это всё придётся сегодня делать. Плюсик поставил аванс. Ладно. Следующее, что мне нужно сделать, это прочитать вот такую вот статейку. Она небольшая в целом. Здесь, по-моему, 4 или 5 листов. И написать по ней рецензию. Вот. Сейчас посмотрю. Если этого будет мало, нужно будет найти ещё одну небольшую и тоже это сделать. Вот. Поэтому сейчас я это почитаю просто. Потом, наверное, всё-таки пойду позавтраку, а потом уже буду писать. Так. Статья у нас прочитана. На самом деле, больше ничего искать не надо, потому что, как видите, у меня здесь очень много чего подчёркнуто. Очень информативную статейку я нашла. Прям, можно сказать, краткое содержание моей ВКР. Прям вот всё, о чём я буду писать, просто более подробно. Вот. Поэтому сейчас я наконец-то пойду покушаю. Маме как раз нужен компьютер на какое-то время. Я как раз передохну поем и потом буду делать презентацию. Вот. А пока буду слушать лекцию и пойду кушать. Вот это всё. Большая капсула — это омега-3, а остальные три таблетки — это как раз... Я пью сейчас лекарства в связи со своей гормональной проблемой, о которой я расскажу попозже. Завтрак у меня была вот такая вот замечательная рисовая каша с мёдом вместо посластителя. Я обожаю молочную кашу с мёдом, просто очень сильно люблю. Ем обычно с вот таким зерновым каким-то хлебушком и чаем. Время двин... Тринадцать двадцать пять. У меня только что закончилась последняя лекция. И я как раз доделала свою презентацию. Сейчас я вам даже её покажу. Вот такая вот лепота у меня получилась. Не торопясь, я делала... Ну, как бы она небольшая, тут всего девять слайдов. Так что я думаю, наш продуктивный день движется очень даже неплохо. Сейчас мы даже... А, вот это как раз была та презентация, на чём я поставила себе плюсик, аванс. Вот. Поэтому идёмте посмотрим, что там у нас осталось. Так. Статью я тоже уже отправила. В целом, в целом, это всё на сегодня. Я бы всё сделала. Мне осталось только доснять этот ролик. Но мы сейчас ещё придумаем с вами что-нибудь полезненькое. Я тут, кстати говоря, пока дослушала лекцию, перекусила виноградиком. Так, не убиться бы. Я, наверное, сейчас буду читать. Немножко сейчас передохну и возьму, почитаю книжку. Кто не знал, ещё один такой факт обо мне. Я просто обожаю читать книги. Чтение — это ещё одно моё очень крутое хобби. Так как сейчас погода-серость, меня тянет на детективы. Обычно я читаю в такие дни детективы, но сейчас что-то пошло не по плану. И я читаю вот это. Данте Альгейери. Божественная комедия. Я начала читать вчера. И прочитала, правда, всего лишь 38 страниц. Что я могу сказать вам? Читается, конечно, тяжеловато. Это вам не Евгений Онегин. Я хочу прочитать не всю. Я хочу попытаться осилить хотя бы ту часть, которую он рассказывает про ад. Ад у нас на 150-й странице заканчивается. Вот, хочу прочитать. Очень интересно. И вообще, в целом, поэзия расширяет наш кругозор. И, в принципе, мне кажется, не знаю, очень хорошо на нас влияет, делает нас образованными. Вот, поэтому я сейчас немножечко передохну. Пойду проверю свои соцсети и почитаю немножко книжку. Вот. Короче, с места я не сошла. Не отдохнула и не почитала. Зато я сделала ещё одну презентацию, которая мне нужна через две недели. Я подумала, почему нет? Раз я всё равно все свои дела переделала, поэтому... Покажу вам ещё одно своё творение, которое мне нужно сдавать, по-моему, через две недели. Но я подумала... Сделаю сейчас, чтобы потом не делать. Потому что всё равно мне сегодня полностью день, как я поняла, будет посвящён только учёбе. Он будет сегодня просто гипер-гипер-гиперпродуктивным. Поэтому, как бы, вот, чтобы на выходных вообще ни о чём не вспоминать и вообще очень долгое время потом ни о чём не вспоминать. У меня нередко, когда я сижу за учёбой, особенно вот таким нон-стопом, если что, как бы, да, я говорю, я не делаю это всё в последний момент. У меня просто выдался свободный день, погода ужасная, никуда не пойду. И я делаю, как бы, что могу заранее, чтобы потом об этом не вспоминать. Вот. Но когда у меня случаются такие приступы, хотя не учиться, у меня очень сильно болит спина, болит поясница. У меня есть вот такой вот валик. По-моему, я покупала его в спортмастере. Я кладу его вот так вот под поясничку. В общем, вот так вот. У вас. Вот, под поясницу. Это очень хорошо вытягивает позвоночник и убирает боли в спину. Можно даже вот так вот потом, да, то есть, я сначала сейчас вот так вот поняжу, а потом вот так вот волосы, главное, чтобы не закатать ещё у меня. И вот так вот прокататься. У вас все позвонки прохрустят. И потом главное вот так вот вот аккуратненько, не резко встать. Вот, поэтому сейчас я немножко позависаю на валике, чтобы у меня немножко отошла спина. И пойдём как раз, время сейчас полвторого, как раз я пока, то пока всё, пока приготовлю. Будет три, как раз мне надо будет уже кушать, пить таблетки опять. Я их пью три раза в день. И пойдём кушать. На обед у меня был вот такой вот лавашик. В нём была курочка, вроде помидор, сыр. Ну, в общем, такая какая-то мини-шаурма. Ела я его со своим любимым соусом. Всё, что остаётся, поливаю сверху. И съела половину вот такой маминой шарлотки, пирга с яблоками. И после обеда у меня наконец-то появилось время почитать книжку, отдохнуть, переключиться. Поэтому я пошла читать. Так, в общем-то, дочитала я до 85-й страницы. Я остановилась на песне 20-й, группа 8-й. Вот, конечно, тяжеловато читается, но очень интересно на самом деле, что вообще должен был испытывать человек, когда писал о своём похождении в ад. И, собственно, очень интересно. Вот, поэтому... Ну, тяжеловато читается, конечно, язык тяжеловатый. К тому, чтобы это прочитать, нужно прийти сознательно. Вот, на самом деле, сейчас я хочу поискать информацию ещё об одном докладе. Вот, и, наверное, потом пойду в душ, потому что сегодня ещё хочу успеть сделать себе масочку для волос. Вот, чтобы этот день прям был совсем-совсем продуктивный, нужно обязательно за собой поухаживать. Так, на презентацию ещё одной у меня сегодня не хватит. Но я сделала себе вот такой вот шаблончик. Потом нужно будет это просто всё закинуть. То, что вот я выделяю жёлтеньким, это на презентацию закидывать не нужно. Это я говорю самостоятельно. Вот. А всё, что вот белое, я потом из этого сделаю презентацию. Завтра, скорее всего. Либо на выходных. Это вообще мне не к спеху. Я даже не помню, на какое число мне это задано. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот такая вот у меня сегодня учебная рутина. В душ я пошла сильно позже, чем планировала, потому что мы с мамой зависли на беременную в 16. Сегодня у меня вот такой вот филер от CP1. Очень его люблю. Наношу на чистые волосы и заматываю вот в такой вот пучок. И оставляю на 20 минут. На ужин я хотела выпить смузи. Купила вот такой вот в ленте первый раз. Но знаете что? На вкус оно как будто бы какое-то сладкое варенье, хотя в составе нет сахара. Я его выкинула. Что ты лапками своими не минаешь? Так, я уже вышла из душа. Подсушила голову. Точнее она у меня подсохла уже до состояния. Когда я могу сплести в косичку. И мне завтра ехать на очереди пары. Поэтому спасибо, что привели этот день со мной. Надеюсь, у вас замыть и дело немножко поучиться. Не оставляйте учебу на один день. Ну, как бы если вам не в лоб, то можно. Но я как бы вам советую делать по чуть-чуть. Хотя мне легче накопить и сделать всё за один день. Повторяюсь, это у меня было всё не на завтра. Это я не накопила. Это у меня там на завтра. Потом на понедельник. Потом ещё через неделю на другой понедельник задание. Какие-то долгосрочные. Просто мне так комфортно в таком режиме. Поэтому всем спокойной ночи. Всех люблю, всех обнимаю. Оставайтесь такими замечательными, такие вы есть час. И до новых встреч, в новых роликах совсем скоро. У меня уже язык сплетается. Я хочу успокоить ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok